Хорошие новости от Фортебанка. Финансовый институт предлагает своим клиентам заманчивое предложение. Кредит в подарок. Эту акцию продлили до 1 сентября. Поспешите, осталась одна неделя. Счастливчиком может стать любой заемщик, оформивший беззалоговый кредит. Кроме этого, Фортебанк существенно снизил ставки по беззалоговому кредиту. Все подробности у Натальи Раим. Оформить кредит и получить эту же сумму в подарок. Фортебанк предлагает своим клиентам испытать фортуну. Счастливчиком может стать любой заемщик, взяв до 1 миллиона тенге в кредит. Победители здесь определяют методом генерации случайных чисел каждую неделю. Им уже не надо будет возвращать всю сумму и проценты, взятые у банка. В чем фишка акции? В течение недели все наши клиенты, получившие кредит, попадают в наш барабан случайного отбора. И наша комиссия определяет победителя. Победитель получает списание основы долга на сумму до 1 миллиона тенге. Уникальным предложением уже воспользовались клиенты Фортебанк по всей республике. И 30 человек стали счастливыми обладателями невозвратных кредитов. Среди них 5 человек из Алматы и Алматинской области. Акция стартовала еще в начале года и должна была завершиться 1 июля. Но из-за популярности кредитов подарок ее продлили до 1 сентября. Кроме этого, Фортебанк поменяли ставки и по беззалоговому кредиту. Теперь она существенно снижена. На сегодняшний день банк наш растет, развивается. Банк хочет предложить нашим клиентам очень выгодные ставки для лояльных клиентов, для зарплатных проектов и для рыночных клиентов. Для того, чтобы оформить обычный кредит Фортебанке, вам понадобится собрать стандартный пакет документов. Но если беззалоговый, то здесь нужен всего лишь один документ удостоверения личности. Кстати, сейчас Фортебанке снизили по нему ставки до 0,1%. Максимальная сумма беззалогового кредита 5 миллионов тенге, минимальная 100 тысяч. Процент, под который выдается сумма, варьируется от 0,1% и выше, в зависимости на какой срок вы возьмете деньги у банка. Чем короче срок, тем выгоднее. Наталья Раим, Даниэр Жусупов, Информбюро Алматы.